Гривистый баран Гривистый баран или североафриканский гривистый баран, латинью Amatragus larvia, парнокопытное мелькопитающее из семейства полароги, вовидая, распространен в северной Афре. Внешний вид По телосложению гривистый баран занимает промежуточное положение между баранами и козлами. Его длина составляет от 1,3 до 1,7 метра. Хвост насчитывает от 15 до 25 сантиметров, а высота в плечах от 75 до 110 сантиметров. Самцы весят от 100 до 145 килограмм и значительно более тяжелые, чем самки, вес которых составляет от 40 до 55 килограмм. Шерсть бежевая, либо красновато-коричневая. В белый цвет окрашен подбородок, полоска на животе и внутренняя сторона ног. Признаком, давшим этому виду его название, являются длинные волосы на шее, которые у самцов могут достигать даже земли. Рога носят оба пола, однако у самцов они более крупные. Рога описывают полукруг над спиной и могут достигать длины до 85 сантиметров. Ареал и места обитания Гривистые бараны живут на севере Африки. Их ареал простираются от Марокко и Западной Сахары до Египта и Судана. Сферой обитания являются пустыни и полупустыни, где они предпочитают каменистые и сухие регионы. Поведение Гривистые бараны отлично лазают и активно, как большинство обитателей пустынных местностей. Главным образом в сумрачное и ночное время. Так как их в сферах обитания почти нет растительного укрытия от глаз хищников, то при опасности они просто останавливаются как вкопанные. Гривистые бараны живут в небольших группах, состоящих из самок, потомства и предводителя самца. Он завоевывает себе право возглавлять подобное стадо в поединках против других самцов, в которых соперники сталкиваются рогами. К питанию гривистых баранов относятся травы и листья пустынных растений. Они умеют обходиться без воды на протяжении нескольких недель, потребляя только росу и растительные соки. Найдя, однако, воду, они очень много пьют и даже при возможности опускаются в нее. Размножение Спаривание может проходить в любое время года, но, как правило, случается в осенний период. После 160-дневной беременности самка весной рождает на свет одного или двух детенышей, изредка тройню. Молодые ягнята быстро осваиваются в окружающей среде и уже скоро после рождения начинают лазать по камьям. Спустя 3-4 месяца они отвыкают от молока матери. Половая зрелость наступает в возрасте 18 месяцев. В неволе продолжительность жизни гривистых баранов может достигать 20 лет. В Сахаре гривистые бараны с древних времен являются объектами охоты местных жителей, таких как туареги, будучи для них важным источником мяса, шерсти, кожи и сухожилий. Из-за современных методов охоты с помощью огнестрельного оружия численность гривистых баранов за последние десятилетия резко упала и в данный момент МСОП придает этому виду статус угрожаемого. Египетский подвид Аматрагус Лервия орната считается с 1970-х годов вымершим в дикой природе и продолжает существовать лишь в небольшом количестве в зоопарке Гизы. В начале 20 века гривистый баран был завезен в Калифорнию, Нью-Мексико и Техас. Там он прижился и сегодня его популяция насчитывает несколько тысяч животных. Экологи опасаются, что его численность будет еще более возрастать и что он начнет вытеснять коренной североамериканский вид толсторога. Интродуцированная популяция гривистых баранов живет также в испанских горах Сьерра и Скунье в провинции Мурсия. Систематика До сих пор окончательно не установлено, какие виды являются ближайшими родственниками гривистого барана. Он может скрещиваться с домашней козой, но обладает признаками как козлов, так и баранов. В настоящее время между зоологами есть консенсус выделять его в отдельный род Аматрагус. Латинское родовое название Аматрагус происходит из греческого языка и означает дословно «песчаная коза». Выделяют шесть подвидов гривистого барана.